Хуй морген, пацаны, за дорогу полцены, бриллианты, шоколад, приезжайте все подряд. Это Бельгия, одна из ключевых стран Евросоюза. Несмотря на свои небольшие размеры, это государство разделено на две примерно одинаковые по размерам, но очень разные по духу части. Север и юг отличаются исторически, культурно и экономически, и их населяют разные народы, говорящие на разных языках. Хуй дах, это добрый день. Сегодня я покажу обе части, но больше времени проведу на нидерландской стороне. Она считается более богатой и престижной. Здесь можно просто работать, получать наслаждение от жизни. Разговоры о разделении страны ведутся постоянно, но все-таки быть вместе двум частям Бельгии очень выгодно. Волония погибнет просто, потому что им тогда нужно включаться в состав Франции. Бельгийского патриотизма не существует. То есть из Бельгии сделали такую гуферную страну на границе с Францией. У обоих регионов Бельгии есть проблемы. Здесь легче вылечить рак, чем простуду. Доставка кокаина занимает 15 минут. В Бельгии супер депрессивная страна. Часть проблем бельгийского общества уходит корнями в колониальное прошлое. К обеденному столу они могли подать отрубленные грудь африканской женщины. Сегодня будем не только копаться в проблемах бельгийцев, но и посмотрим на удивительную страну, которую они создали. Узнаем, откуда здесь взялась улица бриллиантов и как целый город оказался под землей. Ты подписываешься на канал, а я начинаю. В горе корабли, дворце король, всех врагов давно умножили на ноль. В джунглях Африки деды воевали, сейчас бастуем и крутим педали. Наши напросы идут на полом, французам, атье, евреям, шалон. Пособие на карте, значит путь открыт, мы депрессии устроим геноцид. Такую морген пацаны, за дорогу полцены, бриллианты, шоколад, приезжайте все подряд. В Бельгии шесть аэропортов. И учитывая, что страна небольшая, можно смотреть билеты в любой из них. Я, как обычно, искал билет на авиасейлз и неплохо сэкономил. Советую при выборе даты смотреть в календарь низких цен, где авиасейлз сразу подсвечивает выгодные даты зеленым. Таким образом, мой перелет стоил около 20 евро. Уже на прилете по карте можно заметить, что Бельгия разделена примерно пополам. Я прилетел в Волонию, французскую часть, и сначала еду в Брюссель. Он считается двуязычным городом и общей столицей, но по факту здесь доминирует французский язык. О Брюсселе я уже снимал выпуск, и лучше сначала посмотреть его. В вагоне метро я еду к более серьезным поездам на вокзал. Оказывается, когда-то в Бельгии построили первую в Европе железную дорогу. И сейчас это тоже главный транспорт, если ехать надо недалеко. Чтобы попасть на поезд, надо спуститься вниз, как и метро. Франция, Нидерланды, Люксембург или Германия. Все эти страны всего в нескольких часах езды на скоростном поезде. До Парижа всего полтора часа. Я же еду в Антверпен. Самый крупный город нидерландской части Бельгии. В окне за 45 минут успел мелькнуть только один лук с барашками. В остальном сплошные города и аккуратные поселки. Вокзал Антверпена – это нечто. Он построен 120 лет назад и признан одним из самых красивых в мире. Чтобы не трогать красоту и улучшить его возможности, пространство под ним расширили и теперь поезда тут ходят сразу на трех этажах. Иногда здания отдают молодежи под рейвы и тусовки. Первое отличие – это язык, который ты слышишь вокруг. Если французский мне еще понятен, я на нем немного говорю, и в Брюсселе я его улавливаю, то здесь нидерландский, который я вообще не понимаю. Конкуренция Антверпена с Брюсселем видна сразу – по скульптурам. На уровне писающего мальчика, не ниже. А вот по тратам на газ точно побеждает нидерландская сторона. Энергетическим кризисом не пахнет, однако фешка расходует газа, как целая деревня. Еще резко бросаются в глаза и под ноги тысячи велосипедов и самокатов. Депутаты катаются на великах тоже? Наверное, кроме наших. Это Лола. Вместе мы ищем место, где не угонят велик, пока мы будем гулять. Тут уже безопаснее? Тут камеры, по крайней мере. И велики поприличнее. Сходу Лола объясняет, что с Брюсселем не так. Там совсем другая публика. Здесь, скажем так, нельзя сказать более воспитанная. Она просто более привычная. Брюссель – это не бельгийский город вообще. Там самое большое количество драмаедов на один квадратный метр. По драмаедам я подразумеваю дипломатов, политиков, кому угодно. Я каждый раз своим гостям объясняю отношение фламандцев к Брюсселю. Если мы посмотрим на Google Maps, вот сверху, Бельгия очень напоминает раковину для умывания. Вот слева – фландрия, справа – валунь, а дырка для слива. Брюссель. Потому что туда уходят все наши налоги, все непонятно куда. У нас никто не любит Брюссель. Абсолютно. Потому что когда ты выезжаешь с суперкрасивого вокзала, пахнет вафлями, кофе, приличными людьми, в конце концов. Ты приезжаешь потом в Брюссель, и там ванища, одища, какие-то непонятные люди. Раньше Антверпен выглядел как Венеция. То есть вместо дорог были каналы, по которым на лодочках перемещались жители города. Но сейчас город расположен намного выше. Его подняли от уровня воды. И подняли его примерно на 6 метров. То есть все, что было ниже – дома, улицы, фонари, лавочки – все это осталось под землей. Подземный город никуда не исчез. И это не черепашки-ниндзя шумят в канализации, а идут реставрационные работы. Да, реально в преисподней ремонтируют что-то долго. Лола проводит экскурсии по Антверпену и часто спускается в подземелье. И вот мы туда спускаемся, там на 10 градусов теплее всегда. Летом там просто одища. И ты идешь по реальным улицам старинным. То есть тут идешь, 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 восьмой век, потом хоп, двенадцатый. Потом смотришь визуит. И подтянулись, потому что там находится частично здание, которые уже были снесены здесь. Весь город подняли на 6 метров? 6 метров, да. Им пришлось закрыть, потому что в стоячей воде распространяется бацилла холеры. Соответственно, город Косила просто по самой неболу, что называется. Сотнями люди умирали. Потом, когда они поняли, что вся проблема в каналах, они стали их поочередно закрывать. А бомжи там не собираются или тяжело попасть туда? А у нас нет бомжей. Они все в Брюсселе? Конечно. Река и сейчас играет в Антверпене большую роль, так как протекает через центр города и, как минимум, многим надо ее как-то пересекать. Я иду на бесплатный паром. Как будто я зашел в телепорт. На пароме, как и вообще в городе, большинство на велосипедах. Ветер дует и сыро, но мне интересно постоять на палубе. А это что-то вроде остановки. Страна дождливая. Можно крышу над головой. Вот еще способ перебраться через реку. Подземный тоннель. Спуск, как в глубокое метро. Еще ниже. С мостами в городе проблема. Но кроме бесплатного парома, есть еще бесплатный подземный тоннель. Все здесь на велосипедах, но в целом можно и пешком пройти. Если в Брюсселе все на французском, здесь на французском вообще надписи не найдешь. Все на голландском. Это мы с Виталием едем в трамвае на окраину Антверпена, где он живет. Переехал Виталий больше года назад и пока плохо знает нидерландский. В языке много нюансов и забавных курьезов. ДАХ просто это Добрый день. ДАХ это До свидания. Ага, то есть разница только в двух А. Да. То есть так же у них там ХУИ МОРХАН, ХУИ ДАХ, ХУИ НАХТ. Это все. ХУИ ДАХ это что? ХУИ ДАХ это Добрый день. ХУИ МОРХАН, Доброе утро. ХУИ АВАНД, Добрый вечер. ХУИ МИДАХ. Ну а как будет Добрый получается? ХУИ, да, все через ХУИ у них. ХУИ МОРХАН, ХУИ ДАХ. ХУИ МОРХАН, ХУИ ДАХ. ХУИ МОРХАН, ХУИ МОРХАН. Знаешь, как у нас говорят, это ХУИТА. Да, там все ХУИТА. А ты, ну, если бедешь, говоришь им ХУИТА. А они думают, что ты им говоришь ХУИДАХ, и они тебе ХУИДАХ. ХУИ МОРХАН, ПРОБОВ? МОРХАН, ХУИ МОРХАН. успел пожить в разных местах и покататься по ближайшим регионам вот ты как свежими глазами человек который объездил всю бельгию где лучше на севере или во французской части на севере чем ну по крайней мере безопасней потому что южная говорят там очень криминально если на время ехать в южную белью там сразу дороги хуже инфраструктура хуже вот и где-то красивее где есть там горы намер красиво очень но опять же если как путешественник да если жить наверное нет ну и плюс там работа работа очень мало что это за район у тебя ну это такой спокойный тихий райончик славится двумя парками здесь тихо спокойно есть желтая зона парковки то есть здесь каждый кто приезжает даже который здесь не живет можно два часа оставить машину по домам ты видишь вот такие вот частные дома вот это очень дорогие дома это получается южный дюрна есть северный дюрна северный дюрна он считается такой более криминальный велосипеды тут парковать безопасно а вот с машиной проблем больше хозяин этого прицепа уже точно заплатит большой штраф на улице попадаются аккуратные маленькие офисы и старые мультяшные дома с соломенной крышей каждый дом вот если ты посмотришь он разный и вот есть такие старинные вообще например 1928 год получается практически служит столе надо больше на этом доме солнечные часы красиво но в таком климате узнать по ним время получится не часто лестница вообще крутая как замки виталий проводят тренировки и делает массаж в квартире у него медали массажный стол и инвентарь который заботливо убрала супруга из окна видны и маленькие соседские огороды по одной сотке а балкон выходит на дорогу собираемся купить маленькую такую барбекюшницу здесь продается вот и будем и всех дразнить тут весь проспект людейцы пьют воду с крана что за аппарат такой это сифон это такая французский аппарат для заваривания кофе чай закипает и все это чисто за счет пара набирается кипяточек далеко не все районы такие же приятные как у виталия здесь также как и москве считается что за кольцом жизни нет то есть это все по наехал у нас даже есть поговорка анферпен это город все остальное парковка и все что находится на территории парковки это все опасно ну и в любом случае там действительно очень много беженцев очень много приезжих людей не интегрированных и специально селят реально по периметру у нас горы делятся реально прям по гестаповским меркам то есть у нас есть район где проживают марокканцы марокканское гетто мы сейчас проходим по алмазному дистрикту или диамант его еще иногда в шутку называют еврейским гетто что же это за алмазное гетто оказывается анферпен уже 500 лет является мировой алмазной столицей более 80 процентов всех алмазов проходит через этот город и конкретно через район по которому мы идем не раз про это место снимали крутые фильмы конечно же про ограбление анферпен вы хотите чтобы я снял штаны мути большой куш в реальной жизни попыток украсть бриллианты было тоже немало поэтому тут так много полиции ну раз пять месяц кто-то с маниакальным упорством пытался взломать они очень устали сказали все хватит и разделили знаменитые квадратные мили которые находятся внутри вот этого всего на 4 как бы отдельный департамент поэтому сейчас взламывать гораздо сложнее никакой добычи в антверпене конечно же нет но здесь расположена алмазная биржа фабрики по огранке и офисы нескольких тысяч алмазных компаний лола и сама могла оказаться здесь русскоязычные специалисты тут нужны даже во времена войн и санкций потому что все равно завязана в основном все на якутских алмазах на 50 процентов из этих 80 из якутии поэтому бриллиант это по сути единственная история которая не оказалась под санкциями до сих пор и декро это наш премьер-министр ну раз в два месяца приезжает сюда с маниакальным упорством орет с трибуны долой кормить россию покупать якутские алмазы на огранку ему объясняют ну хорошо ну давайте представим на секунду что мы сейчас ведем эти санкции против якутских алмазов в алмазном секторе только антверпена завязаны более миллиона человек одномоментно эти люди сейчас потеряют работу вы их как содержать собирать а вы обязаны друзьям наступило лето когда как не сейчас отправляться на вот если вы уже собрались или только планируете поездку то обязательно скачайте себе удобное приложение от суточно ru с ним вы всегда сможете комфортно быстро а главное выгодно найти и арендовать подходящее жилье каталоге размещено более 300 тысяч квартир отелей и гостевых домов причем жилье есть как в крупных городах сочи санкт-петербург казань калининград так и в маленьких курортных поселках в общем жилье на любой вкус и цвет и реальные отзывы которых к слову уже более двух миллионов с опцией быстрое бронирование вы сможете оформить бронь буквально пару кликов ну а теперь самое интересное почему на суточно ru бронировать выгодно во первых это топовые условия на аренду жилья во вторых это кэшбэк на следующее бронирование его можно потратить на следующие поездки или поделиться с другом а в мобильном приложении кэшбэк больше до 30 процентов также каждый из вас может получить тысячу бонусов по моему промокоду карман ссылку на суточно ru вы найдете внизу в описании под этим видео смело регистрируйтесь пользуйтесь в ближайших поездках и забудьте о проблемах с арендой жилья в отпуске нас лет шесть-семь назад без обид но рынок такой ювелирный стали захватывать армяне но евреев пока армяне не вытеснили причем в анферпене живут самые что ни на есть ортодоксальные евреи тут работают синагоги и еврейские школы евреи пожалуй наверно самая не интегрированная диаспора они такие обособленные да у них там с ну понятно что у них там свой календарь у них там свои школы это вот центр еврейского квартала не все селятся там так получилось исторически нас вообще город отстраивался очень стихий на их вот когда вся история с брюхи закончилась бриллиантами они как-то осели там русскоязычных евреев много здесь очень но если мы говорим о взрослом более пожилом поколении да конечно если мы говорим про сейчас ну они предпочитают на идише прежде всего говорить у меня дома проживала семья украинских беженцев и они в запорожье там дети ходили на еврейскую школу и мы сейчас переведемся здесь я грамм каком языке простите в запорожье обучались это на еврите конечно игры добро пожаловать в одессу здесь говорят на идише многие евреи бежали сюда от погромов во времена гитлера уже с вами брюсселе было два погрома таких серьезных они всегда все бежали в антверпене хотя в антверпене тоже был погром но они как-то очень лояльно к ним относились все-таки когда ты выпадал бриллиантовую индустрию у тебя в общем-то уже ничего не касалось ты как бы был неприкасаемый но те евреи хасиды которые проживают сейчас в антверпене да здесь самая большая еврейская диаспора в европе это в основном те евреи которые проживали на территории украины и польши и они бежали как раз от нацистов уже сюда хотя белки тоже были довольно серьезно настроены в плане гитлера он им тоже половине страны в общем то очень нравился помимо погромов и любви некоторых бельгийцев гитлеру есть у страны еще одна черная история страшные вещи происходили в африканских колониях бельгии вообще считаю что в бельгии просто миддл нейм геноцид почему потому что вам практически вас о геноцидах которые происходили на эту планете мы везде учим кроме ладно индейцев наверно когда-то у бельгийского короля было что-то вроде своей чвк во главе с генри мордоном вот его подчиненные и издевались над африканцами в конго придумывают потрясающую мотивашку для местного мужского населения для конголеса если мужчины не выполняли ежедневную норму по добыче каучука а извините каучуковое дерево их еще в шутку называли каучуковые лозы они как бы это не береза который раз года плода дает сок они могут там несколько раз в год но дерево должно восстановиться его не так просто туда пробить это все если они не соблюдали чувака это не волновало тогда либо жене либо ребенку отрубалась кисть руки мужчинам особо так не трогали а вот над детьми и женщинами издевались конечно очень круто например у нас есть замечательный десерт который сейчас переименовали раньше называлась тити нигра то есть сиськи негра по сути это сэндвич из меренги фантастическая на самом деле меренга с фантастическим кремом внутри сверху обсыпанная шоколадной крошкой дело в том что то же самое чувака развлекалась в конго тем что к обеденному столу они могли подать отрубленные грудь африканской женщины так чисто поржать полакомиться этим чудом можно и сейчас в общем это знаменитый бельгийский бельгийский десерт который называется тити тити нигра у нас запрещено снова произносить а нельзя так говорить как вот эти милые люди которые сейчас ходят мимо нас и точнее их предки могли такое творить или у них внутри если потереть вот есть это какая-то дикость может поэтому они столько ксанок глушит что как-то это уснул этот демон бельгии принадлежала еще одна колония руанда там добывался уран для американских ядерных бомб собственно пингемер делал бомбу из бельгийского руандийского урала потому что все им сказали баст ребят никаких нацистов там больше не будет никаких советов там больше не будет вы поставляете уран только сюда уже после провозглашения независимости в руанде произошел один из самых массовых геноцидов современности когда по этническому признаку был убит почти миллион человек в том числе бельгийские миротворцы часто часть вины за произошедшие возлагают на этническую политику бельгии по отношению к своей бывшей колонии марокко не было бельгийской колонией но марокканцев здесь тоже очень много если араб на улице попадается это скорее всего марокканец скорее всего их свое время брали также как итальянцев на черную работу марокканцы они были везде потому что это бывшая французская колония бельгия тоже там была по соседству соответственно не знали куда ехать за лучшей жизнью они оказались еще по той причине что просто населения не было так же как и во франции то есть надо было пополнить генофонд хотя в кем-то и не удобно выгнать их обратно это во первых а кто будет работать ну и что я не пойду же убирать туалет уборщицей работает подруга лолы нам не рассказывала что первое время когда она этим начала заниматься она из аристократической елки-палки семьи на где я приходила на заказ до клиентам убираться как правило четырехчасовая уборка и все четыре часа то есть белки сидели на меня смотрели типа чем происходит как ты вообще оказалась вот вообще здесь но все-таки лола считает бельгийцев толерантными толерантность до мозга костей их воспитывают так с детского сада даже упор школе не столько на изучение научной дисциплины сколько на социализацию на толерантность на принятие разных религиозных конфессий например мой ребенок с двух с половиной лет проходит религиоведение и он в курсе да что есть мусульмане что есть люди вообще в бельгии никогда не было такого чтобы там к русскоязычным или особенно к русским даже в связи с войной было как это негативное отношение за что я бельгию за то что когда ты приезжаешь сюда всем абсолютно плевать откуда ты вопрос в другом что ты хочешь и что ты можешь если ты ничего не делаешь да там начинают вспоминать откуда ты и так далее до переезда в бельгию у лолы было свое турагентство и потом какой-то момент я психанула случился 14 год я все бы закрывала в москве и туда приехала собственно но и белга шотландер вместе оказались во вьетнаме мы там забеременели в вьетнаме рожать не хотела совсем мы оказались здесь конечно после азии надо мной угорали все африканцы которые здесь живут потому что летом ходил первое лето я ходила в зимние обуви не было дико холодно и такие ты же так на имя смотрят это же русская да и окнаешь не сибири как бы я аж там не северного полюса заполярного круга виталий переехал с супругой и мамой мы уезжали с украины моей мамы онкология и нужно было лечение и в бельгии здесь очень хорошие врачи и знакомые которые здесь жили помогли а потому что львоты и по страховке получается практически все 70 процентной скидкой страховка платная ты платишь около 200 евро плюс-минус год даже ты попадаешь в госпиталь будет все бесплатно хорошая медицина здесь что касается если операции онкологию лечат здесь очень хорошо как говорят сами бельгийцы здесь легче вылечить рак чем простуду потому что если ты заболел у тебя какая-то там простуда все ты не запишешься к врачу пока ты записался к врачу тоже выздоровел а заболеть в бельгийском климате очень легко и поэтому здесь я так понимаю нужно закаляться потому что многие бельгийцы закаляться и детей они ходят раздеты уже и зимой и поэтому и не запишешься в этот клуб моржей потому что переполнен он не хватает моржам водоемов работает с клиентами виталий не только дома рядом есть парк и зал который он снимает по часово здесь есть рэкс здесь есть гири гантели есть также кардио тренажер изначально у меня запрос как бы вообще идет у людей реабилитация то есть с болью работаю с осанкой вот потом у человека выходит боль он начинает двигаться чувствует силы и потом у него там уже запросы там хочешь бегать хочешь бокс то есть под любой запрос ты тоже практикуешь я набираю группу сейчас есть тоже есть клиенты получается 15 евро ты платишь за человека плюс человек должен купить абонемент за 1 абонемент здесь очень дешевый а твои тренировки сколько стоят и тренировки стоят 40 евро персональная тренировка часть тренировок проходит в парке вот здесь души раздевалки да это все бесплатно общественная да это общественная все бесплатно пляж пляж голубой флаг значит что он чистый вот что чистая вода на труются вот здесь получается моржи сейчас приходят переодеваются в этих и палаточках да можно получается переодеться раздеться ну ты не нырял нырять надо в клубе состоять а если сам придешь нырнешь вот я так делал да ты можешь сам прийти через заборчик перелезть быстренько нырнуть уйти ну как бы это нельзя здесь есть камеры и как водичка сколько градусов сейчас она 15 градусов вроде бы ну то есть и нырял в 15 градусов нормально вот сохранил свою профессию ты работаешь также как и в украине сравни каково было ощущение от работы в украине и здесь я здесь еще не работаю на полную но могу сказать так что работая не на полную здесь ты закрываешь уже главные потребности да там ты можешь питаться выплатить за квартиру к украине приходилось работать 6 дней в неделю с утра до ночи для того чтобы там закрыть это все да и плюс еще там что-то можно было откладывать намного больше приходилось работать но если ты здесь будешь так работать ты станешь миллионером получается ну нет потому что здесь чем больше ты зарабатываешь тем больше ты платишь налог ну здесь можно просто работать и получать наслаждение от жизни то есть не все время работать больше времени уделять семье себе там развитию бельгийцы здесь да здесь работают они работящая нация здесь работают и мужчины и женщины и работают они на двух на трех работах мне еще сложно сказать из-за чего это их то ли они такие сами по себе работают то ли их мотивируют например кредиты которых они набрались чтобы работать с местными клиентами виталий налегает на изучение нидерландского есть и местные это опять же такое сарафанное радио а так в основном украина говорящие русскоговорящие если это просто массаж то могу немножко нидерландском супруга виталия тоже нашла работу это работа на предприятии по накатке печати получается что она очень устала здесь ну как сказать устала что-то выдумывать что-то придумывать там опять же заниматься своим этом раскручивать это надо это вот и она устроилась на работу где ты пришел спокойно отработал ушел работа в белье здесь очень ценится ну как бы называется хим стресс то есть у тебя есть 8-часовый рабочий график ты пришел ты спокойненько себе работаешь тебя никто не подгоняет ты можешь болеть там еще что-то но ты должен там выйти на работу но если у тебя стресс или дадут два отпуска два месяца отпуска оплачиваем а чтобы ты там сходил к психологу еще что-то это вот я лично слышал от бельгийцев женщины которая врач вот это вот у нее было выгорание за счет того что у нее она развилась с мужем и у нее там суды все и она на этом почве и дали два месяца отпуска оплачиваем депрессия здесь относится очень уважительно в бельгии супер депрессивная страна пятнадцатом году бельгия лидировала среди европейских государств по употреблению санекса такой серьезный седативно почему такая депрессия все же хорошо денег достаточно климат все забывают о первой самом главном пункте это климат мы все одеваемся как капуста каждый раз вот этот ветер это роза ветров который в андерпене постоянно независимости от времени года она конечно дает о себе знать безумная влажность до моря нам еще почти 100 километров но влажность такая что если ты везде не проветриваешь помещение там плесень будет дико совершенно мой испанский коллега где он да вон он зонтиком с моим причем любовь к велосипедам тоже подстроилась под погоду родив вот такие крытые велики у нас есть прикол у нас когда спрашивают что там за окном стыке белый и жблау бельгийский голубой вот это бельгийский голубой вот этот вот сероватый коммерция тоже ушла под крышу и вместо улиц в бельгии можно погулять по открытым галереям как тогда так и сейчас бутики театр кинотеатр ты посмотри можно купить перчатки шляпки тросточки бельгийское кружево здесь нужно было проводить часы от покупок развлечений то есть такой большой зонтик для любой погоды или современным языком такой коммерческий вот уличка по статистике представь себе в брюсселе есть вероятность осадков 199 днях году а всего 365 это очень много я хорошо знаю как с банковскими картами намучились россияне и белорусы в один момент их карты просто перестали работать за границей у проблемы есть всего два решения либо ты пользуешься наличными а это не удобно и не везде прокатит либо оформляешь карту иностранного банка а сделать это самостоятельно приключение то еще придется изучить горы информации прилететь в страну где это можно сделать по туристической визе несколько дней там провести в очередях а по итогу тебе вообще могут отказать но я предлагаю самое удобное решение проблемы мои друзья совместно с одним из самых надежных банков в снг готовы оформить зрителям моего канала иностранную карту полностью удаленно без лишних затрат денег времени и нервов карта мультивалютная ее спокойно можно привязать к apple или google play и оплачивать все иностранные сервисы бронировать отели на букинге и на airbnb пополнение простое курсы выгодные принимают ее везде снимать наличку также можно по всему миру случае если что-то пойдет не так вам вернут все деньги и я за это ручаюсь обычно стоимость такой услуги составляет 35 тысяч рублей но для моих зрителей она обойдется всего в 20 тысяч заказать карту или узнать больше подробностей об этом ты можешь телеграм-канале у нашего менеджера ссылку я оставлю внизу в описании способ не вечен так что лучше поторопиться и даже если сейчас тебе такая карта не нужна то подумай о ближайшем будущем чтобы потом не пришлось самому грустно ехать в казахстан это еще и обойдется намного дороже не просто так лола сегодня приехала на велосипеде основные магистрали города перекрыты протестующими на этот раз бастуют фермеры которые играют важную роль в экономике страны фермеры самые богатые всегда были с первыми баскроп европы который стоит в конце шоппинг улицы были построены на их деньги собственно первые официальные такие серьезные банкиры тоже были фермеры местники и даже нет на главной площади типа это ниже их достоинства но профсоюзы есть не только у фермеров дальше там находится совершенно роскошная тюрьма это буквально было пару недель назад я утром открываю новости и там написано сегодня с 22 00 тюрьма уходит нас суточную забастовку 85 процентов персонала будет работать у меня единственный вопрос главе а заключенные в курсе что там вообще никого не будет я прохожу они там барбекю устроили зэки да нет работники тюрьмы зэки там сами по себе работники тюрьмы сами по себе конечном итоге я думаю елки-палки я живу практически через дорогу а если кто-то реально встанет уйдет но там же никого нет но на самом деле некоторые же вышли оттуда потом через неделю двух поймали прямо у вокзала и думаю боже что ему старбаксе думаю это одна из велопарковок в центре антверпена на ней просто тысячи велосипедов тех кто не любит пробки перемещаясь между антверпенами брюсселем на поездах я протестов не ощутил но вот никита стоял в пробке четыре часа на профсоюзы он зла не держит потому что сам в таком состоит платит небольшие взносы и благодаря юристам профсоюза сэкономил уже тысячи евро интересно что бельгия постепенно переходит на четырехдневную рабочую неделю уже сейчас у работников есть выбор работать пять дней по восемь часов или четыре дня по девять с половиной жители севера и юга бельгии отличаются не только языком общения разная культура в каждой языке разная экономика волонцы более доброжелательно они проще у баллов ламанцев есть такое классное слово то есть они как бы держать дистанцию у тебя мышцы люто ненавидит 20 лет это ты об этом никогда не узнаешь но голландцы они были пробивны во первых они их видны за километрах самая высокая нация в мире белки на втором месяце после дачи по высоте и действительно белки бюрократы вот это просто идеальное государство для того чтобы быть центром европы сын лолы говорит по-русски и нидерландский и английский чуть позже через пару лет у него начнется французский язык это обязательно плюс еще будет два языка по выбору соответственно сейчас мы дома учим с ним итальянский сколько в итоге нормальный бельгий должен знать языков 10 я не знаю как стандартный белк но от варпенары как правило говорят на четырех-пяти языках это на первый раз познакомилась за границей с белыми это же помню спросила на скольких языках ты разговариваешь яркого не шести я такая серьезно а я на самом деле не это я серьезно типа у нас только густарских языков 3 может быть как 3 раньше было наоборот французская часть бельгии была намного богаче нидерландской за счет добычи угля и какой-то момент на шахте произошел взрыв и погибло 267 граммиков то есть 267 семей осталось без отцов среди них кстати были один русский один украинский что они там забыли неизвестно после этого шахта решили прикрыть плюс потом уже начинается у нас нефтяной бум как мы все помним уголь особо и не нужен был совершенно верно уголь был не нужен угольная эпоха сменилась эпохой нефти и наркотиков что за эпоха такая а когда 70 год уже все забыли наглухо про каменный уголь и все стали с ближнего востока качать нефть гашиш так и не прижился кстати у нас здесь а вот доставка кокаина занимает 15 минут от звонка по телефону до звонка в дверь я в шоке была всегда на свадьбах иногда бывает очень иногда очень часто где-то стоит около стеночки столик на котором горка такая и все кому надо они могут угоститься но это же по-любому запрещено почему государство бессильно наш бургомейст ребер дэвер он давно уже говорит о том что надо легализовать торговлю кокаином и мы бы опять были самым богатым городом на земле но пока никто чуть не соглашается с другой стороны кто захочет снюхаться он же все равно это сделает правда помимо лояльного отношения к тяжелым веществам в бельгии еще и культ алкоголя даже за рулем разрешается ездить после нескольких бокалов пиво будешь не я за рулем а пинча пинча буду пинча это где-то 6 процентов до дело в том что таким образом считается как и во франции что если ты выпьешь бокал такого приятного алкоголя то ты как бы себя не то что подбадриваешь а избавляешь от состояния хронического депрессника так что у нас довольно много алкоголиков но тихих ты как спортсмен как оценишь бельгийцев вот у них с одной стороны 300 чем-то пивоварен на маленькой стране в маленькой стране с другой стороны на каждом углу предлагают какие-то запрещенные вещества но в то же время парки забиты бегающими людьми вот кто они больше алкоголики или спортсмены ну как я вижу мне кажется как раз бельгийцы они больше спортсмены а вот алкоголики наркоманы это все это мне кажется больше приезжие туристы например в левине которым я жил до этого город там пивоварня стелла артуа вот и она построилась считаю что как бы выручка была на том на студентах там все пиво пьют студенты студенческий город это белья настолько много рано что на что ты акцентируешь свое внимание да то ты и получишь здесь там если ты будешь на позитиве то ты увидишь только все красивое классное здоровое спорт там все захочешь негатив пожалуйста там выйди вечером ночью криминал мафия наркотики любой хочешь старчаться без проблем хочешь хорошую работу и спорт тоже есть да да все что хочешь казалось бы ну хоть конфеты оставьте детям но нет и в них бельгийцы заливают алкоголь у нас до 90 годов пить можно было с 12 лет и курить это было связано с тем что после второй мировой войны погубили огромное количество мужчин и дети работали наравне с женщин надо было детей успокаивать конечно если ты работаешь наравне со взрослыми ты отдыхать должен как взрослый как и ко всему остальному к шоколаду тут тоже подошли с фанатизмом гибрид шоколада и алкоголя уже видели а вот и намек на его симбиоз с чем-то потяжелее в 2007 году у группы рознь в столу случился очередной юбилей и он решил сделать им подарок тебе понравится нюхательное ружье понятно что не какао порошок они оттуда снюхивали типа нюхать какао а тут очереди за другим наркотиком свежими булочками знаменитая антверпанская булка с изюмом тут очередь до горизонта с утра до вечера сломанцы валон неважно белки в общем и целом они всегда будут отдавать приоритет малому бизнесу все что сделано своими руками особенно если это семейный бизнес они будут лучше покупать три раза дороже у них чем они будут покупать там я не знаю кофе в starbucks это вообще просто ниже клинтусу серьезно почему антарпан является главным кофейным складом мира мира здесь такой вот все кофейные сорта какие ты хочешь starbucks серьезно starbucks для нищебродов да здесь антверпса тора или антарпинская башня официально топ-10 самых уродливых зданий мира ну что это крутая стеклянная высотка елки-палки но почему здесь еще прилепили вот так это опера и балета в бельгии очень-очень долго тоже считалось что если ты снимаешь последний этаж здание то ты типа ну то что нищеброд но просто там это жарко зимой холодно поэтому они все самые дешевые а потом какой-то момент белки распробовали крыши и оказалось что это очень крутая история если ты не видишь белков на улице они тусят на крыше это барбекю перенесемся в столицу бельгии брюссель поближе к королю в старой части города множество религиозных символов здесь можно разглядеть сатану а тут адам с двумя женщинами намек на то что ева была не первой на площади с дворцом короля все так же как и было сотни лет назад только вряд ли тогда у бельгийцев было время и желание вот так вот от нечего делать побегать в парке напротив как-то слишком спокойно для середины рабочего дня и одной из центральных площадей города как и положено замок короля сжигался дотла вот то что мы сейчас можем видеть наверху да в наше время его что удалось раскопать вот эти руины в брюсселе заседает правительство бельгии но из-за конфликта между фландрией и волонией определиться с премьер-министром получается редко страна бьет рекорды по времени жизни без правительства и только недавно закончился почти двухлетний такой период из-за сложности устройства страны и автономных регионов в бельгии одновременно работают а шесть правительств настоящее королевство бюрократии брюссель это столица демократии можно сказать сейчас здесь европарламент и прочее конечно это не де юра но де факто брюссель столица евросоюза потому что здесь находится основные институты европейского союза и штаб-квартира нато ну вот они противоречат статусу столицы демократии так скажем то что бельгия это монархия здесь король и все нет не совсем так все в конституции было прописано когда бельгийцы в 1830 году сами решили чтобы выбрать форму правления и выбирали сами себе короля а какие полномочия он короля он может назначать правительство но в реальности в конфликт с правительством король вступает редко в нидерландской части страны его вообще не очень-то и считают своим король он патриот бельгии день короля который нас проходит 21 июля отмечает брюссель и чуть-чуть волонья во фландрии это просто очередной день выпить просто выходной ни флагов особо нигде не развешивать потому что это ставка лондона это ставка франкоязычная немецкая династия к белгам она не имеет никакого отношения из королевская семья она франкоязычная официально он говорит на трех языках но вообще он себя позиционирует как немец то есть еще хуже потом нас есть премьер-министр но наш любимый премьер-министр это пьер-мишель который сейчас европарламент до заведую занимается им он был классный все очень любили то что сейчас декро к нему очень много вопросов опять же 6 правительств и пока они между собой все договорятся можем вот это умрём все в бельгии вызывают споры не только вопрос французского языка но и отношения с францией помнят тяжелое историческое прошлое отхряпали дюнкерк с лилием такие вообще супер туристические места бельгийцы не хотят вернуть у франции что-то свое ты не поверишь но в навигаторе когда ты едешь в литок до сих пор фландерс стоит конечно не сдадутся так то на самом деле бомбил брюссель французы которые воевали с испанцами в те времена бельгийские территории принадлежали испанцам и людовик 14 король солнца сказал устройте камни фейверк 300 лет назад брюссель расстреливали французскими пушками об этом напоминает это сохранившиеся с тех пор ядро попавшие в церковь но конечно город горел до сотни зданий сгорело были жертвы очень было пожар и потому что они стреляли раскаленными пушечными ядрами вот таким образом гран-пляс выглядела дату 1695 года а вот здесь у меня есть репродукция одной картине где показано как проходила эта страшная бомбардировка причем это был раздел власти до война за земли за бельгийские территории между французами и испанцами на зло французам бельгийцы отстроили площадь на гран-пляс самая красивая площадь в европе это не мои слова слова виктора гюго с золотыми вставками и сложнейшей лепкой в один момент площадь стала самой красивой и красивой парковкой в мире офигеть ужас 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 но удобно зато рассказываю анекдот французы рассказать если француза развязался шнурок что сделать француз француз поставить ножку поудобнее и завяжет ту которая неудобность как бы подсмеиваться на самом деле французы обожают бельгийцев потому что грубо говоря конечно мне не хочется обижать любимых французов но бельгийцы точно не снова они знают о себе они могут смеяться над собой это очень важно что если бельгию реально разделить на две части не то чтобы насильно может им так легче будет они настолько разные северяне и южане но волония погибнет просто потому что им тогда нужно включаться в состав франции но франция тоже не будет включать потому что все прекрасно знают что на территории волонии проживает огромное количество французов которые убегают от налогообложения во франции включая того же сам несчастный депардия бельгийского патриотизма не существует существует патриотизм граждан определенного населенного пункта скажем так то есть антверпенары они будут гордиться только антверпеном потому что я антарпен это город со стороны парковка до брюгенары будут гордиться только брюге я приезжаю в гент я начинаю говорить своим антверпенским диалектом со мной половина персонала перестанет разговаривать что их вместе держит в этой маленькой стране налоговое резидентство ну это честно потому что очень хороший бенефит от государства очень много плюшек за которые белки естественно держится могло бы быть две разные страны что могло поэтому в принципе разговоры почти меня спросил про конфликты разговоры некоторые партии об этом и ведут о разделении об отделении час они об этом сейчас есть такие да иногда есть встречаются но и сдерживать что брюссель вы шаль так непонятно как его делить потому что невозможно поделить в средние века вся европа была как лоскутное одеяло тысячи мини-феодальных государств княжества графства герцогства а в центре каждого замок только по маленькой бельгии сохранилось около трех тысяч таких замков по цветам камня видно что замок строился в разные эпохи чем темнее тем старше камень по сути он помнит и фундамент по крайней мере стенка стелла нашего каменного замка он помнит юлия цезаря потому что фундамент датируется вторым веком из это реальное древнее самое древнее здание в антверпене отрубленные руки на гербе антверпена тоже берутся из средневековых легенд по легенде здесь когда-то жил тот самый знаменитый великан антигон он проживал здесь и кошмарил наших мореплавателей тем что если ты хочешь пройти по реке ты должен платить дань если ты отказываешься соответственно он отрубал тебе руки по факту тут реально кошмарили торговцев но не великан а военные особенно если это касалось добычи голландцев если это касалось добычи испанцев когда испанцы здесь стояли более ста лет ну и британцы тоже тут свою долю имели от испанского владычества бельгийцы сохранили самую сладкую традицию любовь к сесть поспать в обед вообще цвета то есть вот страна в 12 30 вся умерла все ушли на ланч и возвращаются но все по-разному кого-то полчаса тот кто имеет право почувствовать себя что называется белым человеком может вернуться на работу к двум в те времена все хотели завладеть бельгийской плодородной землей все за наши родные болота болото кстати прямом смысле этого слова богатейший кусок европы растет все вообще вот плюнь она вырастет моя бабушка которая реально закончила из-за войны до второй мировой там три класса церковно-приходской когда не спросила что ты хочешь чтобы я привезла тебе из бельки и какой сувенир такая привези мне красных дождевых червячков фламандских я слышал подумать что бабушка реально в деменции червячки бабушка обстись вообще потом не открываю интернет окей google он мне реально выдает что только во фландре проживают какие-то абсолютно уникальные мелкие красные дождевые черви которые рыхлят землю таким образом что корневая система не страдает от соуса всем на черном рынке за 10 червяков просили 5000 евро ничего себе битва при ватерло в которой наполеон получил свое последнее крупное поражение это как раз про бельгию разделение страны сейчас проходит как раз там где тогда проходил фронт между французами и голландцами с их союзниками и бельгия после поражения наполеона при ватерлоу была отдана просто голландцам то есть из бельгии сделали такую гуферную страну на границе с францией то есть 200 лет назад свою независимость бельгия получила уже от нидерландов впервые они получили независимость такую впервые изнасиловали бельгию и в первую мировую войну когда она стала полем битв и экспериментов именно здесь в городе ипор впервые использовали отравляющий газ который так потом и назвали иприт досмотрев этот выпуск не забудь подписаться на мой инстаграм или телеграм-канал там я публикую все что не попадает в выпуски на ютубе и вместе с подписчиками обсуждаю прикольные и спорные ситуации в инсте я вова карманов в плане документов у виталия сейчас прав почти как у гражданина ему выдали карту а карта это получается у нас как временная защита от войны и с этой карта есть право работать здесь если представим что ее не продлят у вас же будут какие-то основания остаться и легализоваться не факт не факт неизвестно никто не знает ничего не основания это могут быть или контракт на работу или воссоединение семьи если ты открываешь здесь частное предприятие ничего не гарантируют не гарантируют здесь на самом деле очень много всякой бюрократии это это не передать все думаю что я сейчас вот приеду в течение месяца я получу себе я иди я карточку сделаю все на свете не получится так вот ни при каких условиях потому что ты приходишь это все зависит сугубо от настроения ассистента которые у тебя принимают документы ну а можно как-то этому человеку который принимает документы поднять настроение нибудь подарком нет это запрещено никаких подарков и даже совместного распития кофе это такой геморрой это я даже не могу передать словами это все очень-очень сложно за за много лет сравнивали одинаково процедуры например в этом экзамена волны дать совместное проживание такое партнерство домашняя до или брак неважно вот буквально один город одинаковые ситуации комплект документов будет разным когда я людям объясняю что вот надо самостоятельно делать вот это например там выбрать сам себе энергоподрядчиков особенно люди которые приехали из постсоветского пространства для них нет такого понятия выбирать себе ливерансье энергоподрядчиков да то есть ты знаешь что тебя есть там горгаз какой-то и вот он тебе его шарашит здесь много поставщиков конечно а если все будет окей по документам все равно вы рассматриваете бельгию как страну где вы там проживете всю жизнь на какой-то этап жизни до вернее мере на ближайших пять лет это точно потому что здесь опять же у меня мама которую надо уход и жене моей здесь очень нравится за то что как раз есть такая социальная защита населения я я лично больше рискованный мне что-то нравится более возле моря там океана там чтобы был серфинг кататься может быть бали может быть португалия вот ну хотя же здесь есть возможность больше путешествовать вот такая она бельгия вроде прекрасная страна а присмотришься нет сразу две прекрасные страны конечно же не без своих заморочек и проблем на моем канале есть еще много выпусков о жизни в других странах посмотри их если еще не видел на чтобы не пропустить новых роликов подписывайся на мой инстаграм и youtube везде я вова карманов пока спит на улице пацаны тусуются кури морген пацаны кури морген пацаны за дорогу полцены пилианты шоколад приезжайте все подряд пока пока